МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Татьяны Трофимова. Сегодня в выпуске. Новые перспективы. На Питерском экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Течет, не течет. В Чувашии продолжается капитальный ремонт. Наша все. Сегодня 220 лет со дня рождения Пушкина. В Санкт-Петербурге продолжает работу Международный экономический форум. Ежегодно здесь подписывают сотни документов о сотрудничестве. Ряд соглашений сегодня заключила и Чувашия. Подробности в следующем материале. Деловая программа Санкт-Петербургского форума довольно насыщена. Обсудить экономическую повестку в северную столицу приехали гости из более чем 70 стран. Всего порядка 15 тысяч человек. Политики, бизнесмены, авторитетные эксперты. С утра и до позднего вечера в экспоцентре нескончаемый людской поток. Чувашская республика продолжает развивать двухсторонние связи. Сегодня стратегические документы взаимодействия подписали глава региона Михаил Игнатьев и губернатор Кемеровской области Сергей Цемилев. Одна из задач – рост товарооборота. Поздравляем участников с подписанием соглашения. Крупнейший машиностроительный холдинг Кузбасса уже работает в республике. В его структуру вошли предприятия концерна «Тракторные заводы». Губернатор области отметил, что у регионов колоссальный потенциал, который необходимо развивать. Кузбассовские предприниматели зашли в Чувашию, «Трансмашхолдинг». Там будет развиваться на четырех площадках, они развивают свое производство. И мы договорились о том, что мы будем поддерживать это производство. Мы будем поддерживать разработки новой технологической с Кузбасса, с нашего научно-образовательного центра, новые технологии в это производство. Мы поняли, какой огромный потенциал у нас в стране, в наших республиках. Насколько он еще до конца не раскрыт. И если вот это все вместе, всем дружно реализовывать, получится очень большой рывок. То есть у нас и научный, и образовательный потенциал очень серьезный, промышленный потенциал очень серьезный. Но и, естественно, мы будем заниматься и культурой. Без культурного обмена невозможно. Стороны обсудили и реализацию образовательных программ по подготовке участников чемпионата молодые профессионалы. Нам нужны сейчас эти рабочие специальности, без них прорыва не будет. Для учета скажу, мы участвуем в федеральном конкурсе, создали дружный мега-региональный центр по компетенциям. Это электроника, автоматика, радиотехника. Среднепрофессиональное образование. И на национальном чемпионате сейчас от Тарстана два золота. Работали, приехали и на чемпионате... Какое место заняли по России? Общекомандное место 16-е. На взаимовыгодной основе будем работать, обмениваться. Сегодня на новый уровень выходит и сотрудничество Чувашской республики с Ленинградской областью. Главы регионов подписали соглашение о взаимодействии. Поздравляем участников с подписанием соглашения. По итогам прошлого года товарооборот между регионами превысил 350 миллионов рублей. Большим спросом в Ленинградской области пользуются электротехника и продукция предприятий легкой промышленности Чувашии. Я хочу сказать, что Чувашская республика давний партнер Ленинградской области. И мы имеем хорошие связи и культурные связи, и социальные связи. Мы смотрим и изучаем лучшие региональные практики друг друга. Спасибо, Александр, вам и зрители Ленинградской области. Сегодня же глава региона провел ряд двухсторонних переговоров с губернаторами субъектов, руководителями федеральных ведомств и потенциальными инвесторами. Реализацию проектов промышленности, торговли и туризма поддержит Сбербанк. В документе о взаимодействии Герман Греф и Михаил Игнатьев поставили электронные подписи. Соглашение подписано. Итак, сегодня Санкт-Петербургский экономический форум стартовал официально. Блинарное заседание проведет Владимир Путин. Ключевая тема – формируя повестку развития страны. Ожидается, что президент обозначит и задачи для глав регионов. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Санкт-Петербурга. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году стартовал в 83 российских регионах. И в большинстве из них уже начались дорожные работы. Законтрактовано порядка 5000 объектов, что составляет почти 79% намеченного плана. В Чуваше из 54 объектов, на которых запланированы дорожные работы в текущем году, в том числе переходящие, законтрактовано порядка 80%. Дорожники вышли на большинство объектов. Напомним, что в рамках проекта планируются дорожные работы на региональной сети дорог Чувашской республики и на местной сети дорог Чебоксарской агломерации, в которую входит город Чебоксар и город Новочебоксарск, Маргаушский и Чебоксарские районы. Еще одна ключевая задача – контроль качества дорожных работ. Минтранс России напоминает, места проведения ремонта необходимо ограждать, заблаговременно информировать жителей о схемах объезда, а все нарушения, выявленные кураторами на дорожных объектах, фиксировать и устранять. Десятый троллейбус продлить, тридцатый и третий автобусы отменить. В Чебоксарах идет голосование по изменению городских маршрутов. Оставить голос горожане могут на портале «Открытый город». Перемены коснутся маршрутов автобусов 2, 3, 30, маршруток 12, 26, 35 и 10-го троллейбуса. Если подробнее, троллейбусный маршрут номер 10 собираются продлить в Альгешево. Правда, на нем всего 5 троллейбусов. Еще столько же планируют закупить республика. Третий троллейбус запустят в новый город. В связи с этим предлагают 26-ю маршрутку отправить в поселок энергетиков вместо «семерки», которая к энергетикам заезжать перестанет, а поедет сразу к мужскому монастырю, как и ходило в этом направлении до реформы. Северо-западный район и Гагарина вновь объединит один автобус номер 12. Маршрутку номер 35 собираются отправить в Солнечный. 24-й продлят по улице Гладково. При этом планируют отменить 30-й и 3-й автобусы, потому что 65-й будет заезжать на ЖБК номер 9 и доезжать до кладбища по расписанию. Более того, на него должны будут выйти большие и средние автобусы. Чтобы проголосовать на портале «Открытый город» требуется авторизация. Можно сделать это с компьютера или с телефона, скачав одноименное приложение. Завершится голосование 15 июня. Кроме этого, на эту же тему проведут прямой эфир. Он начнется 7 июня в 2 часа дня на странице ВКонтакте порталов «Открытый город» и «Чебоксарские новости». На вопросы о схемах маршрутов, вынесенных на голосование, ответит начальник отдела транспорта и связи администрации «Чебоксар» Андрей Васильев. Лето без привычного неприятного запаха из подвала ожидает теперь жители одного из домов по улице Советская в Ишлеях. Там по программе капремонта заменили систему канализации. Дом номер 72 по улице Советской в селе Ишлее. Коммуникации здесь не меняли со времен строительства. Старые канализационные трубы были в плачевном состоянии и постоянно протекали. Оттуда и запах. Систему решили менять по программе капитального ремонта в первую очередь. «Здесь была старая чугунная труба. Мы ее поменяли на вот, собственно, эту трубу марки «Синекон». Этот материал используется уже не первый год. То есть пять лет мы его используем в капремонте. Нареканий, замечаний по нему не было. Здесь повесили бирки, которые означают, на какой квартире, в какой квартире работает этот стояк. Для того, чтобы слесаря сразу могли определить, в какой квартире засор. Подъездные стояки меняли поочередно, так что без удобств жители оставались максимум на день. Работаю очень довольна. Работники, которые у нас провели ремонт, добросовестные. С утра пришли, к вечеру все закончили, очень хорошо, молодцы. Трубы были очень старые, ржавые, а сейчас поменяли красота, чистота. Гарантия от подрядчика на работы – пять лет. Было заложено один миллион рублей с небольшим. Подрядная организация сроки выполнила. У фонда капитального ремонта на аутсорсинге находится технический контроль. Это отдельная организация, которая занимается проверкой подрядных организаций. Два раза проводит проверку выполнения работы. И по завершению работы тоже подписывают необходимые акты. Старые чугунные трубы тоже не пропали. Их сдали на металлолом. Собственниками согласовали, что металлолом сдадим и на вырученные деньги благоустроим территорию. Перед подъездами заказали скамейки, урны и для обуви, чтобы весной, когда грязь, можно было ноги помыть. Капитальный ремонт дома продолжится. Дальше на очереди замена электропроводки. Научное наследие известного русского ученого Сергея Чеплыгина стало темой обсуждения на международной конференции, прошедшей в Чувашском государственном университете. Смотрите сюжет наших молодых коллег-журналистов. В Чувашском государственном университете проходит международная конференция под названием «Научное наследие Сергея Чеплыгина. Негалономная механика, вихревые структуры и гидродинамика», посвященная 150-летию со дня рождения великого российского ученого, вложившего большой вклад в развитие математики и механики. В работе конференции приняли участие известные российские, зарубежные ученые, инженеры и конструкторы, аспиранты и молодые научные сотрудники. Проект организации международной конференции, посвященный 150-летию со дня рождения Сергея Чеплыгина, был поддержан Российским фондом фундаментальных исследований, выделившим грант Чувашскому госуниверситету на проведение конференции. На торжественном открытии конференции с приветственным словом выступил ректор ЧГУ Андрей Александров. Он отметил, что молодые научные сотрудники играют важную роль в развитии науки. «Очень радостно, что вместе с маститами, учеными, с академиками, профессорами конференции принимают участие очень много молодежи. Вот это важно, наверное, для любого направления науки, в том числе и для математики и механики. Я желаю вам провести эти дни на Чувашской земле, в нашем университете, с интересом и пользой». Председатель кабинета министров Чувашской республики Иван Моторин отметил, что проведение конференции в Чувашии не случайно. В республике часто проводятся конференции в области гидродинамики. «Чувашский университет выбран и вообще как бы город Чебоксары. Я действительно год назад присутствовал на конференции по аэромеханике, гидроаэромеханике, которая проводилась тут. Познакомился потом с ректором университета. Сам город мне очень понравилось. Место, то есть место не только для работы, но и для отдыха. Ну и в результате действительно мы приняли решение и с академиком Козловым, и с вице-президентом Академии наук, проводить конференцию именно здесь». В конференции принимают участие не только российские ученые, но и научные сотрудники из Польши, Сербии, Мексики и Франции. «Борис Лугайчик из Сербии, из Белграда. И мне очень приятно быть на этой конференции, которая посвящена Сергею Алексеевичу Шиплигину. Это один из самых известных механиков в мире. Его очень большее впечатление, это очень великое результаты в неголовном механике, в их ревинг-структуре и в ядродинамике. И так мне очень приятно, чтобы он мог участвовать здесь». Дарья Борзаева, Алексей Апанаев, пресс-служба ЧГУ. «Наше все». 6 июня – значимый день не только для русской, но и мировой литературы. «Я помню чудное мгновение». Сегодня день русского языка и 220 лет со дня рождения Александра Пушкина. Его часто называют основоположником современного русского литературного языка. Пушкинский день в России отмечается ежегодно. Большинство городов России присоединяются в этот день к акции «Литературная ночь». В Чебоксарах в Национальной библиотеке организуют открытый микрофон в рамках акции «Классики во дворе». Сегодня же, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Чебоксарах начал работу второй всероссийский фестиваль многонациональной поэзии «Радуга над Волгой» или «Адала Замаджи». Творческие встречи, презентации, книг, поэтические перформансы, выступления известных поэтов из разных уголков страны. С подробностями фестиваля наш корреспондент Ольга Алексеева. Поэты из Москвы, Мордовии, Татарстана, Чечни, Астрахани и других уголков страны встретились впервые, но чувствовали себя на фестивале, как в кругу друзей. Татьяна Макшанова, поэт-переводчик из Мордовии, познакомила с творчеством нашей землячки, поэтессы из комсомольского района республики Светланы Гордеевой на ирзианском языке. Татьяна работает в детском журнале в Саранске. Он издается с 1931 года. В прошлом году мы печатали в нашем журнале новочебоксарского поэта Левтину Карачкову и ее детские стихи. Вот такой разворот, две страницы. А в этом году в нашем журнале выйдет Светлана Гордеева с ее детскими стихами и с ее же рисунками. Инна Ядрова на фестиваль приехала по приглашению. Мне очень здесь понравилось. Такого рода мероприятия они объединяют, развивают поэзию, сплачивают поэтов, заставляют писать новые стихотворения, поэмы и так далее. Производится обмен опытом между поэтами. Фестиваль многонациональной поэзии в Чебоксарах продлится два дня. Заключительным аккордом станет музыкально-поэтический вечер «Поэзия на Волге». На московской набережной в поэтическом батле сойдутся молодые чебоксарские поэты. И уже завтра, 7 июня, в Национальной библиотеке будет организован мастер-класс поэтического перевода. Все участники фестиваля должны будут одновременно перевести с чувашского на русский язык произведения чувашских поэтов Михаила Сейспеля и Геннадия Айги. Лучшие варианты войдут в печатный сборник «Чувашская литература по-русски». Ольга Алексеева, Павел Иритков, Борис Андреев, «Республика». В Чебоксарах готовится к фестивалю опереты. Впервые он будет носить статус международного. Организаторы Театра оперы и балета обещают грандиозный культурный праздник, который пройдет с 20 по 30 июня. 20 и 21 июня в Театре оперы и балета состоится торжественный прием в честь Ганны Главари. Это главная героиня премьеры фестиваля оперетты «Веселая вдова». Все зрители, дирижеры приглашены на прием. Сценический ход, когда спектакль начнется сразу, как зритель войдет в фойе театра. Сбор гостей в 18 часов. Приветствуются вечерние костюмы. Живая музыка и вкусный десерт. Так что, если вы успеете к шести часам, я надеюсь, вы будете приятно удивлены не только звуково, но и также вкусово. Содержание не менее важное. История любви будет рассказана через венский вальс, украшенный венгерским колоритом и французским шармом. Только что из пошивочного цеха очень усиленно идет подготовка. Шьются огромное количество костюмов, потому что есть много переодеваний в костюме. Солисты несколько раз переодеваются, поэтому и огромное количество костюмов, головных уборов, обуви. Полный комплект. География фестиваля в этом году заметно расширилась, благодаря чему у мероприятия появился статус международного. Так, 26 июня в Театре оперы и балета покажут оперетту «Граф Люксембург». Партию «Рене» исполнит артист Республики Коми. В Сильве 28 июня будут выступать солисты из Карагандинского академического театра музыкальной комедии. На гала-концерт 30 июня приглашены солисты Волгоградского музыкального театра и московской оперетты. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика. Спортивный азарт, сила духа, воля к победе. Нешуточные страсти кипели 5 и 6 июня в Чебоксарах в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спартак». Там прошли зональные соревнования летней спартакиады среди работников группы компаний «Газпром Межрегион Газ». В Чувашии собрались лучшие спортсмены региональных газовых и газораспределительных компаний из 10 регионов Приволжского федерального округа. Ешкар-Ала, Киров, Казань, Нижний Новгород, Пенза, Самара, Саратов, Саранск, Ульяновск, Чебоксары. 12 команд сражались за титул сильнейших в 6 видах спорта. У работников компании «Газпром Межрегион Газ» здоровый образ жизни в приоритете. Особо хочу выразить слова благодарности от руководства компании «Газпром Межрегион Газ» продолжать ту традицию, которую берет начало в 90-х годах. Во время становления самой компании эта традиция продолжается нами. А сегодня эта встреча не только в спортивных площадках, это общение наших коллег, друзей, знакомство в городе, знакомство в республике, знакомство в дуэллане. Это тоже очень приятная миссия с нашей страны. На открытии «Спартакиада» с приветственным словом от руководства компании «Газпром Межрегион Газ» выступил член оргкомитета Павел Рябухин. Я хочу вам зачитать приветствие генерального директора «Газпром Межрегион Газ» Сергея Владимировича Гусева. Уважаемые участники «Газпром Межрегион Газ», рад приветствовать вас на зональном этапе «Газпром Межрегион Газ» в городе Чебоксары. В этих зональных соревнованиях принимаю участие в работе из более чем 23 компаний группы. Сбор укрепляет сотрудничество и объединяет людей. В принципе «Спартакиада» «Газпром Межрегион Газ» это честная и беспопромиссная борьба и дружеские отношения в коллективе. Уверен, что состязания на дисциплине на чувашской земле пройдут в прекрасной атмосфере и позволят участникам показать свои лучшие результаты. Желаю всем спортсменам на судешных статах, оболенчикам ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Генеральный директор «Газпром Межрегион Газ» Сергей Владимирович Гусев. В четвертый раз столица Чувашской Республики принимает «Спартакиаду» среди работников группы компаний. Генеральный директор «Газпром Межрегион Газ» Позвольте от правительства, от правительства Чувашской Республики, от всей души поздравить вас с нашими мероприятиями, пожелать спортивных успехов. Группа компаний «Газпром Межрегион Газ» занимает важное место в экономике и регионов, и всей страны. Но самое важное, что группа компаний социальных ответствий развивает не только бизнес, но и позволяет своим работникам заниматься спортом. Соревнования по всем видам спорта стартовали практически одновременно. На поле боролись за футбольный мяч, мерили силами в гиревом спорте, выявляли самых быстрых в легкоатлетическом кроссе, в спортивном зале состязались в волейболе. Мужские и женские заплывы в бассейне. Каждый участник стремился первым коснуться бортика. Всем участникам насладиться этим праздником спортивным, масштабным. Ну, побед, естественно. Не расстраиваться из-за поражений. Все мы друзья, все мы одна команда и одна компания. Каждый участник уже победитель, потому что выбирает здоровый и активный образ жизни. Такие спорта-киады поддерживают корпоративный дух в коллективах. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Павел Редков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Увидимся завтра в это же время на национальном телевидении Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова